Водитель грузового такси открыл огонь из травматического пистолета, спасая своих клиентов от напавших на них нетрезвых людей. Об этом он рассказал Седьмому каналу. Среди участников конфликта, как позже выяснилось, были и полицейские не при исполнении. Из-за чего начался конфликт, а также что говорят в полиции, смотрите в сюжете нашего корреспондента. Вся голова просто болит, просто сплошная боль. Шумит в левой стороне. Эти травмы, говорит Олег, он получил, спасая клиентов от напавших на них нетрезвых людей. Мужчина трудится в грузовом такси. Вечером в понедельник ему выпал заказ. Клиентам, молодым парням, нужно было отвезти мебель в гараж в районе Свободного. Однако до разгрузки мебели дело дойти не успело. Помешала компания, выпивающая возле соседнего бокса. Как потом выяснилось, в ней отдыхали три стража порядка, не при исполнении. Как говорят пострадавшие, один из них, двухметровый здоровяк, предъявил претензию хозяину гаража Максиму, что он не поздоровался. Затем, не вынеся такого оскорбления, накинулся на парня с кулаками и принялся душить. Водитель грузовика, услышав крик, и ринулся на помощь, по сути, постороннему человеку. Слышу, дети просто крик, выскакиваю с машины, подбегаю к Максиму гараж, на нем сидит человек такой, огромный, душит его, там, Максим уже там, ну, красный, синий, там, ну, все это секунды. То есть я просто скинул этого человека, один из них, там, из нападавших, то есть бросился в гараж к себе, там, схватил нож, у меня машина рядом, я вытащил пистолет травматический свой, достал его, сказал, ребята, не надо, я буду стрелять, давайте успокоимся все. Однако эффекта это не возымело тогда, Олег сперва выстрелил в воздух, а затем в одного из участников драки, пуля попала ему в спину. После этого подвыпившие успокоились, водитель, решив, что конфликт пошел на спад, положил пистолет в машину, и тут на него снова набросились. В какой-то момент Олегу удалось вырваться, он побежал к дороге на проспект Свободный. В это время мимо проезжала патрульная машина, водитель, исча спасения, кинулся им под колеса. Ну а позже помощь понадобилась и медицинская. Теперь мужчина не может работать. У водителя множественные повреждения головы, к тому же сильно упало зрение. Без очков он стал видеть намного хуже. И за руль садиться попросту боится. Хозяин гаража Максим, которого Олег защищал, тоже не в лучшем состоянии. Я ездил домой, снял кровь и приехал в воду обязательно. Собственно, у меня из травм это рассеченный лоб, который мне потом зашивали в БСМП, сегодня была перевязка. Потом колено, гематомы под глазами, ну и тут на локтях. Охранник в гаражном кооперативе рассказал, что бокс, возле которого выпивала компания, совсем недавно купила молодая пара. И предположил, что в тот вечер коллеги обмывали покупку товарища по службе. В полиции подтвердили, что их коллеги действительно принимали участие в этом конфликте. Произошел конфликт между двумя компаниями мужчин. По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве. В результате одному из граждан причинено телесное повреждение из травматического пистолета. Как было установлено, среди участников оказались трое сотрудников полиции, находящихся вне службы. В настоящее время главным управлением МВД России по краю назначено проведение служебной проверки. Кто в этой истории потерпевший, а кто виновники, покажут результаты проверки. Наталья Архипова, Виктория Мартоник, Илья Сенкевич, 7 канал.